У 36-й Гомельской гимназии в этом году открытый лагерь працы и отпочинку. 20 человек – певная частка выхованцев семья, которые находятся в социально-небеспечном становище. У администрации научной установки кажут, что до организации лагерь рестораны рыхтовалися. Звертались в центр занятости, именно тут выдастковывают сроки на проведение работ. Домовлялись с предприемствами и организациями города для проведения экскурсий и встреч со специалистами. На протягу 24 дней неполнолетние должны быть не только максимально заняты, но и отримать полезные навыки. Не только у них есть максимум заработать деньги, но и они отримуют профессиональную ориентацию. Они бывают на экскурсиях, на предприятиях, они повышают свои виды в плане правил безопасности руха, правил безопасности жизни. Они сострекаются с работниками банка, потому что экономичная грамотность на сегодняшний день очень важна. По информации прокуратуры Гомельской области, в правонаре с летним периодом все лет означается увеличение количества правопорушений, учененных неполнолетними. Личба незначная, усягу крыху больше как 2%, но тенденция не самая приемная. Причем, наибольшь складанная ситуация – с оживанием наркотиков. Хоть с одного боку тут рост покажиков можно расслабить активизацией работы правооховных органов. Меж тем, школьные лагеря на этом тыйдне у основном завершают работу, и шмат хто со школьников до конца каникул знов будет предоставлены сам себе. Я думаю, что основные причины, почему дети совершают преступления, это, конечно, проблемы в их воспитании, это их незанятость, и, конечно, очень часто дети совершают такие ситуативные преступления. То есть какая-то ситуация способствует тому, что они совершают преступления. Больше внимания уделять их занятости.